Самое доброе утро, друзья! Что вы предпочитаете есть на завтрак? Я, например, больше всего обожаю творожные блюда. Ну, например, запеканку или сырники. Это просто мечта. Если вы со мной согласны, то следующий сюжет именно для вас. Друзья, доброе утро! Сегодня у нас в гостях шоумен Рай Райский. Рай, доброе утро! Доброе утро! Что сегодня будем готовить? Будем готовить сырники. Что нам понадобится для этого? Нам понадобится творог, яйцо, соль, сахар, мука. Приступим. Вот сразу хочется спросить, почему такое имя Рай и фамилия такая Райская? Ну, Рай Райский почему? Ну, много лет назад у меня была одна девушка, и я хотел ее попалить. То есть, да, в социальные сети залезть, узнать, с кем лазит, с кем общается. Я такой человек. Получилось так, что я создал страницу в социальных сетях, да, как будто я управляющий, там, известного клуба в Москве, там, да, Рай Райский. И добавил друзья и стал с ней общаться, то есть, да, шла на мое встречное общение. И я приехал к ней на работу, вызываю ее, говорю, ну, что, кто такой Рай Райский? Она говорит, такая, не знаю, как не знаешь, а ты ему такую-такую смс-ку писала, да, то есть, я ей сказал, что я взломал твою страницу, я знаю, кто ты, что ты, и все знаю про тебя. Я с ней расстался. И после этого я с ней ни разу не виделся, я такой человек, если раз, она всегда. Поэтому мое сердце пока еще свободное и ждет ту единственную повторимую, которая будет в моем сердце. То есть у девчонок шансы есть? Конечно. Какая должна быть девушка твоей мечты? Добрая, отзывчивая. Красивая, блондинка, брюнетка такая, худенькая, не очень худенькая. Нет, для меня возраст, цвет волос, это не столь важно. Само душа, как говорят, остальное все уже потихонечку приходит со временем. Вот расскажи, я знаю, ты снимаешься и снимался во многих шоу. Можно узнать, как ты туда попадаешь, в каких шоу участвовал? Давай поздравим, если будут три раза. Званый ужин, на разных, пусть говорят. То есть шоу-машина новая, сейчас вышла, скоро будут показывать. То есть тоже шоу-машина это такое шоу. Аналога нет вообще в России его. То есть самое дерзкое, провоционное шоу такое, которое люди не понимают, как продержаться, а стоять 2-3 суток. Это же очень трудно, представляешь, постоять 2-3 суток возле машины, 10 участников, не отрывая руки, не есть, не пить, ничего. Вот, ты бы смогла бы стоять так. Не знаю, я думаю, что это попробовать. Я думаю, что нет, но я порекомендую тебя, можешь тоже тебя туда. Так, Рай, расскажи, пожалуйста, вообще были какие-то кастинги для этого шоу? Пасть на шоу очень трудно. Для этого проходят сотни тысяч человек и проходят только единицы. Ну, я сразу, в принципе, автоматом прошел. Почему? Потому что меня уже знали, какой я человек, на что я готов. И, в принципе, мне равных нету, я считаю, что я индивидуальный. То есть ты хочешь сказать, что твое имя Рай-Райски тебе в этом как-то помогло? Однозначно. То есть если Елена Смирнова пойдет какая-то из Ярославля обычная, ее уже не возьмут. Елена Смирнова будет подругой Рай-Райски, поэтому я тоже решаю вопрос. Ты еще был участником «Давай поженимся». Да, я был не рад. Ту девушку, которую я выбрал, мы с ней общаемся, она живет, конечно, в США. Вот, я собираюсь с ней в гости полететь, все как-то все не получается с работы. Ну, ты чистая друзья. Вообще стоит тот, кто ищет свою половинку, идти на «Давай поженимся»? Конечно, стоит, если ты хочешь и пропиариться, и попытаться хотя бы, чтобы тебя увидели люди, тысячи народу. То есть «Давай поженимся» смотрит во всем мире. Рай, наши сырнички готовы, получилось очень красиво, уверена, что и вкусно, и полезно. Да, это были райские сырнички. И я желаю всем доброго утра на Первом Ярославском. Субтитры подогнал «Симон»!